Что можно сказать о классике, кроме хорошего? Все зависит от трактовки. Вроде той, о которой вспомнила в своей новой книге Джоанна Роллинг. А вслед за знаменитой писательницей уже месяц, как вспоминают у нас. А именно, 8 лет назад Тимофей Кулябин поставил оперу «Тангейзер» Вагнера, где этот рыцарь, по сюжету дело уже происходит в будущем, снимает фильм про Иисуса Христа, что тогда-то и вызвало ожесточенные споры. Но если на то пошло, то режиссер всего лишь подчеркнул главный конфликт легенды. Он в том, что рыцарь полюбил Венеру. Казалось бы, ну и что? Но «Тангейзер» был не просто рыцарь, он был крестоносец, рыцарь веры. И связь с языческой богиней – это чересчур всему есть пределы, говорят ему небеса. Ну а режиссер просто сделал это, очевидно, для нас, подставив на место рыцаря самого спасителя. Ну, все это дела давно минувших дней, дело не в скандалах, а я веду речь к тому, что, увидев очередную афишу с классическим, казалось бы, известным произведением, нужно быть готовым пробудиться от академической дырымы. В мюзик-холле «Травиата» – казалось бы, самое известное произведение Верди, но и оно знавало эпатажные трактовки, благо сама тема, помните, как шутят. Напоминаем, «Травиата» – это не имя, а профессия. Но сама история дает простор для размышлений. Опера поставила Наталья Индейкина, режиссер, которой удается вытаскивать на безжалостный современный свет блеск и нищету буржуазии Флабера, Золя, вот теперь вот Дюма-младшего. На премьере побывал Виктор Высоцкий. «Травиаты» не бывает слишком много. В каком бы театре ее ни взялись ставить, на нее обязательно придет публика. И как иногда принято писать в рекламных текстах, теперь и в мюзик-холле. Мне все говорили, что это моя любимая опера. Ну, понимаете, если это любимая опера у такого количества людей, я надеюсь, что найдется публика и для нашей «Травиаты». Тем более у нас был очень удачный, я считаю, опыт на фестивале оперы «Всем», где Наталья Индейкина представила спектакль «Травиата» «Опен-ээ». Если говорить о неком привносе, да, приносе, то, наверное, некой зрелищной стороны, вот насыщение зрелищным рядом. Вот скорее, если говорить о стыке вот этих двух крайних жанров. В качестве оперного режиссера Наталья Индейкина на сцене театра «Мюзик-холл» «Травиатой» дебютирует. Зато хорошо известны ее мюзиклы, поставленные в разных театрах. Непосредственное влияние этого жанра на данную постановку можно найти, например, в усиленной роли танцев. Пожалуй, можно сказать, что в области балета мы с этой «Травиатой» находимся впереди планеты всей. Балетному же артисту отдана и одна из ведущих партий в спектакле «Образ смерти». Не страшно умирать, страшно перед Богом стоять. И вот это ощущение Виолетты за несколько дней до смерти, когда жизнь перестала ее радовать, а возник вот этот вопрос центральной жизни – что же я скажу там? Вот этот вопрос и положил начало анализу всего музыкального произведения. «Мементу море» – латинское «помня о смерти» – не устают повторять нам на протяжении всего спектакля. Мрачный холодный колорит оформления сцены, рука скелета, поддержанные картинами похорон и костей на проекционном заднике, с самого начала не оставляют шансов даже самому неискушенному в содержании оперы зрителю. Зато создают смелый контраст к беззаботным и даже бесшабашным мелодиям Верди в первой картине. Травиата, в принципе, это этюд над человеческими эмоциями, взаимоотношениями и так далее. Поэтому неважно, когда ты ее ставишь. Поэтому почти невозможно промахнуться. Плотный символический ряд не заслоняет человеческие души. Главное в опере Верди. Видно также, что сильные чувства героев драмы сопережиты как режиссером, так и исполнителем. Я, наверное, переживал все вот эти эмоции, которые переживает Альфред. У меня было очень сложное расставание предыдущее в моей жизни. У меня была и ревность, было предательство. У меня были вот такие эмоциональные всплески. В чем-то я похож на Альфреда, но я с более холодной все-таки головой. И к ревности отношусь поспокойнее. Тема жертвенности и женственности, она актуальна вне зависимости от эпохи, от времени. Ну, у меня жизнь сама такая, несмотря на мой возраст, была достаточно бурная, скажем так. Обильная всякими впечатлениями. Поэтому, благодаря этому, мне кажется, что мне удалось что-то схватить.